МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Перепет. Здравствуйте! В майские праздники мы вспоминаем о самых главных событиях апреля этого года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение этого месяца в нашем праздничном спецвыпуске. В крупных городах экзамены по новым правилам уже сдают. В Сарове первые испытания ждут кандидатов в водители 7 апреля. Чтобы сгладить общую напряженность, в актовом зале ГИБДД прошло собрание для владельцев автошкол и инструкторов. Один из самых острых вопросов – кто будет виноват, если во время экзамена произойдет ДТП? Напомним, если раньше рядом с выпускником автошколы на месте, оборудованном дополнительными педалями, сидел его инструктор, то теперь на переднем пассажирском кресле будет находиться инспектор. В позиции апартамента ученик – кто осуществляет движение транспортным средством. Здесь и возникает одна из правовых коллизий новых правил. По закону ученик не несет никакой ответственности, пока у него нет прав. Сотрудник ГИБДД тоже не имеет отношения к машине. Остается инструктор, отвечающий за транспортные средства. И теперь он в лучшем случае может сидеть на заднем сидении. По сложившейся во многих городах России практике, именно инструктор вписывает страховой полис как владельца машины. И если раньше он мог вмешаться в дорожную ситуацию, нажав на дополнительную педаль тормоза, теперь во время экзамена он может только наблюдать за тем, как ученик справляется или не справляется с вождением. Но в случае ДТП, не дай бог, с пострадавшими, инспектор выходит из машины и все, и на этом экзамен закончен. Говорит, экзамен не сдан, заполняет экзаменационный протокол и пошел заниматься дальше своими служебными обязанностями. Выходит ученик, закрывает дверь и говорит, ну я же не водитель, и ушел домой. И остается только владелец транспортного средства, который никуда не может деться, потому что у него машина стоит посередине города, грубо говоря. Есть еще момент. Предусмотрены несколько элементов, обязательных к исполнению на любом экзамене. Но не всегда дорожная обстановка позволит их выполнить. Например, обгон и опережение транспортного средства или движение с максимально допустимой скоростью. При соблюдении всех необходимых каких-то моментов нужно обязательно их выполнить. Но если их фактически выполнить будет невозможно, тогда они выполнять их не будут. Но задача в том, чтобы все-таки проверить навыки учеников, навыки выпускников, и чтобы они в итоге безопасно двигались по дорогам. Как считает Денис, сейчас после вступления в силу правил процент не сдавших на права с первого раза будет больше и увеличится число недопущенных к экзамену. В первую очередь это связано с тем, что автошколы будут беспокоиться за сохранность своей собственности. На будущее я считаю, что это мировая практика, будем говорить так, откровенно. И мировая практика говорит о том, что использование такого обучения и такого экзамена, вида экзаменов, она приводит к определенным успеховым результатам. Несмотря на все несовершенства, у новых правил много плюсов. Система отходит от экзаменов в тепличных искусственных условиях. Испытания становятся максимально приближены к реальным. Скорее всего, в ближайшее время выйдут новые постановления и подзаконные акты, которые помогут разрешить спорные моменты. 26 апреля 1986 года. В час 23 ночи на четвертом энергоблоге Чернобыльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полностью разрушил реактор. Тогда никто не представлял, какими будут последствия этого страшного события. В ликвидации аварии приняло участие более 600 тысяч человек со всего бывшего Советского Союза. Водители, строители, военные, врачи и люди других профессий. Из них 751 саровчанин. В зале молодежного центра прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня взрыва на АЭС. Сегодня здесь собрались славные наши строители. Каждые пять лет мы заказываем памятные знаки и вручаем участникам ликвидации аварии, которые еще остались. Памятную медаль за ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС вручили 75 строителям. Сегодня в Сарове насчитывается около 300 чернобыльцев. По сути, ценой собственного здоровья и даже порой жизни люди эту задачу выполнили. Советский народ и вы, строители, вложили свой очень большой вклад в ликвидацию этой аварии. Для многих чернобыльцев событие 86-го года навсегда осталось в памяти. Для них это мероприятие – возможность встретиться и понять, что в городе помнят об их подвиге и ценят его. Конечно, приятно. Всех постарели, конечно. Но там, как работали все, я это видела, знаю. Три месяца была там в 86-м году, я юрист. И видела, как люди день и ночь работали, день и ночь. Ликвидаторов, кто по каким-либо причинам не смог получить награду, ждут каждый четверг с 16 до 17.30 в штабе Союза Чернобыльцев по адресу Московская, 11, комната 2. Екатерина Ивановна Антипова – узница концлагеря. К фашистам она попала в пять лет. Лагерь смерти, в котором находилась маленькая Катя, был под Псковом. У нас в Германию хотели всех вот этих ребятишек, особенно, а до Пскова дошли и там чего-то и не пустили. Наши уже там стали, это самое, какие… Поступать? Да, поступать. Уже там и Балтийское море, и все уже наши воевать стали по-настоящему. Екатерина Ивановна рассказывает, что после освобождения, вернувшись домой, она и другие узники получили клеймо предателей. В страхе за свою жизнь и жизни близких они меняли фамилии и пытались скрыть пережитое. Только в 1995 году, когда Победа праздновала юбилейную дату 50 лет, узников в концлагерее официально признали невиновными и стали вручать медали и ордена. Но своими наградами Екатерина Ивановна не гордится. Не считаю себя слишком заслушанной к этими медалями. Вот и все. Сколько нас там было, сколько там погибло, умерло с голоду. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она установлена в память об интернациональном восстании узников лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Мы желаем здоровья превыше всего, чтобы они все-таки еще радовались этой жизни, видели своих правнучат уже скорее всего. Они пережили очень многое. В городе-то их немножко, ну там два раза на руках пересчитать можно осталось этих людей. Но тем не менее выразить свои отношения к ним мы обязаны. Мы идем их навещать, чтобы они понимали, что люди о них помнят, что люди помнят, что было страшно. Потому что им нужно внимание, им нужно почувствовать себя важными. Всего в концлагеря, лагеря смерти, тюрьмы попало около 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый узник был ребенком. Свой первый грант в этом году получила волонтерская организация «Зато верный друг». По сути, волонтеры, помогающие приемнику для безнадзорных животных, объединились уже больше 11 лет назад. Но только недавно решили узаконить свой статус, чтобы претендовать на муниципальную поддержку. Грант мы получили 100 тысяч рублей. И этот грант будет потрачен на закупку ветеринарных препаратов и оборудование. Будет закуплено средство для предупреждения лечения заболеваний животных. Также будет закуплено оборудование. Будет закуплен рециркулятор бактерицидный для предупреждения заболеваний животных, вспышек заболеваний животных. И будут закуплены две переноски. Для волонтеров, на попечении которых находится 80 собак и кошек, которые содержатся в приемнике и на квартирных передежках, это существенная помощь. Добровольцы закупают корма и лекарственные препараты для животных, которые живут в городском приемнике, в основном на пожертвование неравнодушных горожан. Оплатить еще и закупку оборудования было не на что. Два года назад финансирование приемника было резко сокращено. И с тех пор мы находимся в режиме очень острой нехватки средств. Бюджетные средства, которые выделяет государство, их едва хватает на коммунальные услуги, оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудников приемника. Также грант получили общественная организация «Воин», фонд реабилитации ветеранов, ветераны ВМФ, общество 1945, Центр поддержки общественных инициатив, Совет ветеранов Сарова, Федерация лыжных гонок, фонд «Дорога в жизнь». Среди предложенных проектов приобретение оборудования для занятий гиремом спортом в клубе «Самсон», обновление экспозиции в Музее морской славы и Музее военной истории, организация ветеранских мероприятий и устройство курсов анимации для детей из малоимущих семей. Также грант получил общественное движение «Молодежь Сарова». Эту организацию создали для того, чтобы помочь молодежным общественным объединениям, которые не зарегистрированы как юридические лица, участвовать в грантовых конкурсах. Они потратят деньги на проект «Медиавол». У нас, опять же, много общественных объединений, много волонтерских объединений, в том числе молодежных. Колоссальный объем работы, который проводится молодежью в течение года. Но, как это часто бывает, иногда хромает освещение этой работы. Чтобы то, что было сделано, было красиво оформлено, донести об этом горожанам, конечно, лучше, когда этим занимается профессионал в плане освещения. То есть потребуется команда «Медиаволонтеров». Для их плодотворной работы нужно оборудование для съемок, на которое и потратят средства гранта. Люди, которые решают проблему, они создают. Так отозвался о сотрудниках Центра занятости глава Сарова Алексей Сафонов. В этом году служба занятости отмечает 30-летие. Закон об образовании ведомства вышел 19 апреля 1991 года и остался единственным неотмененным с тех пор. В нашем городе Центр занятости населения появился в октябре 1992 года. Подчинялся то местной власти, то федеральному центру, то региону, проживая вместе со страной все трудные времена. Дефолт, экономические кризисы, а теперь и пандемию. Если вспомнить прошлый год, незабываемый для всех, конечно, что вам довелось, то есть какой объем работы пришлось провести, те более 500 горожан, которые к вам обратились. Это целая жизнь, целый геройский подвиг. Мы справились, как говорится, город правил жить, вы дали людям надежду. Поэтому отдельное спасибо именно за 2020 год. За такой сложный, но важный труд глава Сарова наградил благодарственным письмом администрации города весь коллектив Центра занятости в лице его директора Лидии Корнеевой. Лидия Николаевна возглавляет учреждение 20 лет, 2001 года. И считает, что даже с течением жизни, с теми изменениями, которые происходят из года в год, самым главным остается человек. Недавно в социалистическое время говорили, что кадры решают все. Это действительно так, что кадры решают все. Я очень рада, что есть такой трудоспособный коллектив. Да, он меняется. Люди уходят на другую работу, потому что, как говорят о настузнице кадров, люди уходят на заслуженный отдых. Это тоже нормально. Но остается всегда это стремление помочь человеку. Большая часть сотрудников Центра занятости населения Сарова из числа безработных. Они пришли сюда в попытке трудоустроиться и остались здесь работать. И теперь сами прикладывают усилия для того, чтобы потеря работы не была для любого саровчанина тупиком, а стала шансом. Смена профессиональной деятельности или поменять какой-то вектор направления своих деятельностей – это одна ситуация. Она не совсем плачевная для человека. Когда человек теряет уже работу непосредственно у нее, то есть вот сегодня была, а завтра он нигде. И вот людям помочь, то есть помощь вот в этом. Как-то найти связующее звено между работодателем и претендентом на эту вакансию. Заместитель директора Центра занятости Аллы Суботина в числе других сотрудников получила благодарность по случаю 30-летия службы. Когда она училась на юридическом факультете техникума, трудовое право студентам преподавала Лидия Корнеева. В 2004 году Алла пришла работать юрисконсультом под ее начало. Замечательный микроклимат и суть деятельности – служба людям. Это главное, что нравится в Центре занятости Алле Васильевне и ее коллегам. И не только им, но еще и тысячам саровчан, которые получили здесь поддержку и нашли работу. Субтитры создавал DimaTorzok